Приветствую вас, друзья, все подписчики канала Голос Силиконовой Долины и все, кто интересуется темой переезда в Америку. Я очень рад записать это видео, потому что смотрю Голос Силиконовой Долины постоянно, регулярно смотрю эти видео. И здорово, если мое видео будет тоже на этом же канале, который я смотрю. Меня зовут Алексей Барсов, я гитарист, певец, автор песен. Темой Америки я увлекся уже совсем давно, еще в самом раннем детстве, когда смотрел фильмы американские, там, с ковбоями, вестерны, там, мотоциклы Харли Дэвидсон. Американские мотоциклы передачи есть такая на Discovery. Вот. Это то, чего у нас тут как бы не было, и мы старались вот с ребятами это делать. Мы делали в детстве мотоциклы, вместе с другом красили. У меня была электрогитара старая, я ее перекрашивал 200 раз, там, шлифовал и так далее. Ну, уже стал профессиональным тогда, на тот момент, красильщиком, наверное. Вот. А потом, со временем, стал уже профессиональным гитаристом. Гитара, мое призвание, моя жизнь, то, что я нашел себя в этом, это здорово, конечно. Ну, главная тема, тема Америки. Где-то два месяца назад я случайно как-то попал на видео Юрия Индиана, Индианаполис на связи. Юрий рассказывал, что-то рассказывал, уже не помню точно что, что-то про дом Майкла Джексона, что-то такое вот видео было. Я чисто случайно попадаю на это видео, и зажигается искорка. Зажигается искра, давняя детская мечта, чтобы не то, чтобы прям жить в Америке, там, на постоянное место жительства. А именно, чтобы хотя бы, хотя бы, там, некоторое время пожить в Америке. Пожить в разных местах причем. В тех местах, о которых мечтаешь с детства смотришь фильмы. То есть, именно там, в этих местах. Вот. У меня есть один друг, как бы, с Америки сам. Он говорит, что уже нет тех, нет тех деревень, которые вот в вестернах показывают. Таких вот, именно один в один, чтобы там все так было. Потому что уже новые технологии, и новое время, и все это уже, все изменилось. Как бы, так только, как музеи эти все, эти все такие места ковбойские используются. Но все равно интересно, интересно, вот интересные пейзажи красивые. Я очень люблю, вот когда вот пустыня, там, посреди пустыни железная дорога проходит. Там, кактусы такие, Техас, там, вот. Вот, и люблю, люблю культуру Америки очень сильно. Хотя и свою культуру люблю и уважаю. Свой город, свою страну. Я сам из города Старжинец, в Черновицкой области, Украина. Это прекрасный городок, прекрасное место тут, где я живу. Вот, ничем, в общем-то, не уступает по красоте. По некоторым другим параметрам уступает, конечно, городок. Вот, сегодня выключили свет, вчера выключили свет на несколько часов. Вот, и в это время, это время, как время останавливается. Ты как будто бы живешь в 18 веке. Выключается свет и останавливается все. Останавливается вся твоя работа. Ну, если ты в интернете работаешь. Поэтому, вот такие мелкие, всякие, вот эта мелкая ерунда, это, конечно, есть у нас в стране. Вот, включили свет, наконец-то. Есть вот эта мелкая ерунда, и она, конечно же, постоянно негативно влияет на настроение. Идешь по улице, там, мусор. Ты же не будешь за каждый мусор подбирать. Вот, хочется вот в таком месте находиться, где бы не было разговора о мусоре вообще, чтобы это было в нормальном порядке вещей, хотя бы в мусор выбрасывать мусорное ведро в урну. Хотя бы. Ну, и вот именно, хочется поездить по этим городам, вот по разным городам. Посмотреть там, там, там. И найти себе вот такое место, дополнительное место жительства. Дополнительное. То есть, я родину люблю, люблю это место, обожаю. Ну, посмотреть, как мир живет, это обязательно. И не быть вот таким критиканом, таким вот, как вот на ютюбе часто струнишки собираются. Вот даже на этом канале, вот Юра, Индиана, Индинаполис. И начинают, вот его там, начинают каменты всякую ерунду писать. Все, что внутри, что на сердце, вот то и пишет человек. Как сказано. Каковы мысли в душе его, таков и он. Есть такое выражение. Каковы мысли в душе его, таков и он. То есть, человек, что думает, то и говорит, то и пишет. Чем запомнит. Менталитет у нас, конечно, в России, в Украине, вот в нашей, в нашей бывшей стране Советского Союза. Менталитет еще остался немножко от Советского Союза. И воспитание, все это еще передается. Все на подсознательном уровне, незаметно. Но это все передается, менталитет этот передается. Мы живем в совсем новом мире, в другом мире, но с тем менталитетом. Вот. Ну, это все, что вот хотелось высказаться, вылить, как так сказать, душу на эту тему. Много еще чего можно было бы, конечно, сказать, рассказать. Но вот так, это основное, вот что меня увлекло. И, конечно, вот сам канал «Голос силиконовой долины» очень информативен по сравнению с другими каналами. Очень много ценной, полезной информации, что, почем, где, как, вот специально уточняется для того, чтобы знать реалии, чтобы не обмануться. Вот. Чтобы быть ко всему готовым. Очень хорошие, прекрасные советы, прекрасные люди. И здорово, что вообще ведется такая работа, что есть люди, которые готовы тратить свое время, готовы тратить свои силы на все это. Это, вот, вопреки всему, вопреки различным критикам и так далее. Потому что я это вообще не травлю, когда начинают, вот, беспочвенно начинают что-то там гадить. Вот. Вот. Это, это просто, это ни к чему. Давайте будем добрее, давайте будем менять свой менталитет, менять свой подход. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Да вам Бог. Спасибо.